Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. И Канно 1800 вышел вроде как последний загружаемый контент Земля Львов. Вот предлагаю на него и взглянуть в этом видео. Видите, у меня все дополнения есть, кроме предзаказа, анархист. Но я сколько на него смотрел, я считаю, не самое важное, интересное. А вот Земля Львов — это новый континент, новая земля. В общем-то, давайте глянем. Я как раз подготовил кампанию. Просто чтобы посмотреть, то есть я не буду заново все проходить. У меня там уже куча всего сделана. Я надеюсь, что мне достаточно будет просто выполнить квест и попасть в эту новую землю. Ну вот, мне предлагают включить ли в моей сохраненной игре этот контент. Да, я подтверждаю мой... Кстати, мой основной город. Посмотрите, как я его... Вы получили бонус к влиянию. Как я его вырастил. У меня тут, по-моему, больше... Сколько у меня тут жителей-то? Так, влияние главнокомандующий. Ну там какой-то патч еще при этом вышел. У меня тут практически 50 тысяч. Но это я, собственно, его создавал для того, чтобы ачивку в 50 тысяч жителей получить. Вы получили бонус к влиянию. Я уже убил всех соперников. Кроме пиратов. А, нет, слушайте. Бент и Йоргенсен еще есть. И пиратов я... А, и пиратов я замочил. Ух ты. Так. Ну вот, появляется экспедиция, очевидно. С новым контентом. И, видимо, туда мы отправляемся, чтобы... А, нет, это у нас еще идет экспедиция. Какая-то параллельно. А, я еще не все музеи забил. Так, давайте вообще глянем, действительно, что у нас в музеях. Так, это у нас всемирная выставка. Во, канал в земле Львов открыт. Канал Кулисмы встречает первые корабли, плывущие континентами. Континенту Энбесса. То есть, вот это у нас явно будет... Так, хорошо, а где этот? Готовьте старый телескоп. Завершите экспедицию на землю Львов. Так, подождите, сейчас я хочу... Мы можем отправиться в путь, адмирал. Глянуть тут, по идее. Ага, растения такие я все собрал. Вот, но тут сейчас должны... А, почему недоступны? По идее, сейчас должны появиться новые растения с этим дополнением. Так, а что в зоопарке? А, тут я не всех еще собрал. Ну, тут тоже должно... Ага, вот, а тут появилось. Странно. Вот, на животных видно уже, да, что есть новые животные. Так, и еще у нас археологический музей. Так, где тут вход в музей-то? Тут из Африки, да, тоже. Ну, больше всего, кстати, из зоопарка. Ладно, давайте отправим экспедицию. Где мои карты? Капитан предлагает отправить экспедицию, чтобы узнать... Ну? Если сквозь дождь что-то видно, это еще не дождь. Не понял. Почему я не могу ее туда отправить? Что за фигня? А, или я должен открыть саму карту и туда. Вот она тут будет, внизу. Так. Какие у нас тут вообще корабли... ...свободны? Кайра. Первофорианский чемпион... Камар. Ну, эти вот камар отправим. Где у нас тут есть... Что тут внешний... Внешний вид корабля можно менять? Что-то я этого не помню. По-моему, раньше этого не было. Или это я купил? Ух ты. Понятно. Так, ладно. Археологическая экспедиция. Странно, почему... Вот тут нельзя выбрать, а должен... Ладно. Так, камар. Должен как-то на карту идти. Немножко странно. Раньше, вроде, можно было все это выбирать спокойно. Камар. Так, запасы провизия, навигация, дипломатия и вера. Ну, раз нам нужна вера, то... То явно хлеб возьмем. Как раз вера. Так, навигация, дипломатия. Это мы возьмем... Среди... Так, вот есть навигация 50. И дипломат тут, по-моему, у меня на 40 должен быть. Чтобы отсерцевать, кстати, вы можете просто вот тут ввести в дипломатии, и вам покажут. Вот, на 45 даже. Так. А на веру есть? В корабль? Нет, на веру нету, но, наверное, можно на веру от священника взять. Так, ну, так и поедем. В общем-то, отправляем экспедицию для нахождения... Ну, можно заодно археологическую отправить, в принципе. Вот, чемпионат. Вот так, видите, просто выбираешь. А, так он тут уже и так плывет. Вот, не начатый у нас. А, вот тут надо было на землю львов выбирать. Вот где просто выбираешь. Так, археологическую чемпиона отправим. Где мои карты? Чемпион. Так, дипломатия, медицина, охота на дипломатию. Опять же, у нас тут что-то было. 20, 20, 25, 30. Вот это возьмем. Медицина, по-моему, у меня тоже была. Ну, то есть, можно кого-то чисто... Да, вот. Пират и охота, по-моему, тоже. Есть охота. Так, теперь запасы провизии, по-моему, у нас тоже... Пожарная служба часто мне помогает. Рада, чтобы пожарный закончился. Что-то у меня, по-моему, тоже на охоту. Ну, во всяком случае, на медицину можно ром взять. На медицину еще мыло. Роб... Не, вообще лучше всего... Шампанское... Шампанское, а те дипломать, тоже можно как еду взять, между прочим. Так, и на медицину... На медицину... Ну, мыло, но это 15. Ром тоже 15. И она как и еда. Видите, по-моему, что-то еще было на медицину. Шнапс... А, кстати, Шнапс 20. Шнапс лучше для медицины. Думя, столько всяких товаров, вообще-то. По максимуму просто... Я не хочу смотреть по таблицам. Ладно, возьмем Рома. Я думаю, 60% хватит этой экспедиции. Тем более, что мне пофигу, на самом деле. Мне главное, эту землю львов. Ну, пока экспедиция отправлена. Покажу вам свои владения. Вот тут... Огромный дворец. На 50... Крыльев. Который влияет на все это. Акты вообще все приняты, которые, возможно... Тут даже уже второго уровня, он до третьего... Ну, тут, короче, на 50 жителей город. Практически везде. Видите, я могу улучшить до инвесторов. Да, кстати, а мы сейчас получили... Нет, не получили. Сейчас какой-то новый уровень должен быть у жителей в этом дополнении. Но это, видимо, только в Африке уже. Там какие-то исследователи, что ли, будут. Но это будем в Африке уже смотреть. Так, мои зоопарки и ботанические сады. Так, это у меня тут на всякий случай, видите, места для следующих еще городов. В принципе, вот основная карта, с которой я начинал игру, выглядит вот так. Эти у меня тут стоят корабли, чтобы не возвращались пираты. Эти мои места уже чисто для создания всяких товаров. Тут у меня уже даже нет инвесторов, я специально все убрал. Это мой основной остров, с которого все начиналось. Вообще, очень ванно 1800 очень классно видно разделение по классам. Видите, вот на этом нахлябе у меня, например, живут только инженеры и ремесленники. А на острове поэтическим названием Нью Батл, то есть новая бутылка, только крестьяне и фермеры. Вот такое классовое разделение. Ну и оставил я в живых только одну мою соперницу, просто потому, чтобы было с кем торговать. Остальных я либо скупил, либо уничтожил. Так, мыстры Лани вы тоже видели. Новый свет, это всякие Хабанера и Бордолера. Так, дипломатия. Плывем дальше. Куча у меня этих... Аэростатов, конечно, тоже с этим надо будет всем разбираться. Так, Мешет отправил. Да, вот уплыл уже на землю Львов. Уведомления. Какие-то, ну, блин, новые... Так, сейчас я еще гляну Арктику, вам покажу. На Арктике меня тоже все за... Вот, кстати, Арктика, в моем счете, какой-то не особо обязательный регион. Ну, то есть, аэростаты, ну да, газ, ну, тоже прикольно, но это все необязательно, на самом деле. Все, можно без этого совершенно спокойно выживать. Так что... Так, что-то я вам старый свет как раз не показал побольше. Вот мой основной остров, по-моему, этот... Стоп, это мыстрел, они, блин, новый свет. Да, вот это мой основной остров. Кстати, у меня все на тракторах работает. Вот, можете посмотреть, что здесь с тракторами просто немерено добыча. Как же мы соскучились по волнам. Плюс 300, что ли? Даже больше. Плюс 200, 250. Кричем, плюс 300 у меня. Все эти поля. Короче, у меня продукция немереная. Вот это, вот это мой второй, по-моему, основной остров, да. Здесь у нас табачок и... И жемчуг, по-моему, да. И жемчуг добывается. Тебя даже что-то остановило. А, это кирпичи. Так, сколько там у нас еще плыть в новый свет? Комар плывет в новый свет. Ну, вот, как бы, вот, полная карта со всеми дополнениями. Оно 1800. То есть, вы начинаете здесь. Потом в новый свет открываете. Потом мыс Трелани. Потом Арктику. И вот сейчас последнее дополнение. Земля Львов. Откройте еще один континент. Ускорю немножко время, чтобы побыстрее, собственно, прибыть и увидеть уже этот новый континент. И начать там все делать. Слушайте, давайте пока там корабль плывет. Я расскажу, что в патче-то нового появилось, а не только в дополнении. Потому что разработчики Оно в этот раз сказали, что хотят улучшить качество жизни игроков в Оно. Собственно говоря, там много изменений реально, которые помогают. Например, раньше, когда мы отправляли корабль в другой регион, он автоматически... Он выбирался вообще остров, к которому они прибывали, тупо последний, который вы захватили. Это дико было неудобно. Теперь вы можете выбрать, наконец, к какому острову отправлять. Это патч, кстати, это не дополнение. То есть этот патч должен быть у всех. Не обязательно купили вы это дополнение или нет. Но это вообще просто... Такое облегчение, наконец-то. Во-вторых, у всех торговцев, по идее, у всех нейтральных вот этих чувачков, у них у всех должно быть предметов... Раньше было только четыре предмета. Или даже три. А теперь видите, сколько их? Двадцать штук. Аж двадцать. Вообще, подождите. Вроде не было написано в патче, что двенадцать. Будет... Так. Это наши, которые к новому свету... Нет, это еще нет. Это другая экспедиция. Заберем монетку и поплывем дальше. Так. Так что теперь по... Может, вот это, наконец, наша экспедиция? Да, во, в новый свет. Путешествие в НБС. Так, в Алиспа или в Альсук. Выберите следующий порт назначения в своем путешествии в НБС и Землю Львов. Когда вы заходите в порт, вам становятся доступны новые порты. Вы также можете заходить в каждый порт, например... А, в каждый порт. Например, становится и в Алиспа, и в Альсук. Так можно получить большую награду, но не забывайте сидеть за боевым духом своих людей. Ну, давайте пока в Алиспа. Заглянем. Ну, это примерно так же... Кстати, и Арктика открывалась. Тоже вот так вот карта была. Но мы там искали следы экспедиции прошлой. Моряки торопятся пришвартоваться, просматривая на мерцающие огни Алиспа. На узких улочках гордо звучит музыка и веселые крики. Идава сносятся ароматы свежеиспеченного хлеба и недавно пойманной рыбы. Идава сдерживая возбуждение, моряки сходят на берег. Так воодушевленно заходят в новенький желтый трамвай и смеются, когда он отправляется в путь под радостные крики. Один из местных мужчина в одежде с просторными руками с улыбкой поворачивается к вам. Буанойте, друзья, откуда вас принес прилив? А надо ли лгать? Давайте со лжем посмотрим просто, что будет. У меня там родня, чудесные люди, такие трудолюбивые за это. То есть чувак знает, что у него там родня, и мы вряд ли выглядим так же, как он. Непривыкший к ритму движения трамвая моряки неловко выбирается из него и следует за мужчиной по переплетению улочек, освещенных висящими на балконах древними масляными светильниками. Он останавливается у низкой каменной арки, раздвигает густой плющ и распахивает неприметную дверь. Попробуйте паштелдената, сладкие пирожки с заварным кремом и, разумеется, наш знаменитый портвейн. Ну, давайте попробуем. Торговать чем-то придется, кстати. Угу, достаточно одного хлеба, я так понимаю. О, просто один хлебушек и все. А! А нафига, ну... Нет, давайте мы не будем... Нафига, мне это ничего не надо. От сделки вы отказались. Хозяин, наверное, привязательно хмыкает, когда ваша команда спрашивает его о ценах. Здесь он не какой-то захолустье Амигос, а Лиспа богатый край великих поваров. Вы ведь не думали, что вас накормят бесплатно? Так, вернуться в трамвай, давайте. Внезапно вы слышите крик и видите, как изящный экипаж несется к перекрестку. Лицо сидящего на козлах возницы перекошено от ужаса. Ясно, что лошадь его не слушается. Содрогаясь, трамвай останавливается почти у самого экипажа. Вы видите, у окошка лицо мужчины с перекошенным цилиндром на голове. Он явно просит помощи. Давайте попытаемся успокоить лошадь. Низенький подслеповатый мужчина нерешительно подходит к лошади и пытается ее успокоить, но безуспешно. Внезапно лошадь охватывает и она пускается в голубь, увозя следом... Блин. Да, надо было по воде обрезать. Так, ну поехали, теперь вальсук заглянем. Короче, в алиспы я хреново потусил. Так, дальше будет продолжение в следующем. Пока плаваем по региону. Что ж, поведайте о своих подвигах. Так. Значит, тут 20 предметов. Почти, а почему 20 предметов, если я вижу 4, 12? Что без 120? Вы рассказали о себе? Мне кажется, это... Ну, короче, раньше была вот только одна линия. Теперь видите, сколько? И теперь можно это... Намного больше выбор стратегический. Так, что еще? Да, вот все вот эти... Видите, появилось еще больше ячеек для... Кастомизации. Что можно сюда разместить что-то, что... Не знаю, вот давайте... А что может быть лучше? Чтобы, ну, быстрый доступ был. Раньше вот этих тоже не было. Здесь штук. Дальше. В статистике можно теперь несколько островов выбирать, а не один. Например, давайте вот так. Так. Ну, зажимая control. То есть, например, мой самый... Вот мы с Трелани. Вот этот мой самый, да. Мы с Трелани, например, возьмем. Дальше хляпь. И... По-моему, нью батл. То есть, это вот мои три основных острова с жителями. Смотрим. Доход миллион, сколько жителей тут. Живет вообще зашибись. Намного удобнее было. Можно сделать автопубликацию или сохранять... Сохранять шаблоны, которые вы уже делаете. Потому что задалбывает, на самом деле. Постоянно редактировать это все дело. Ну, вот, например... Ладно, давайте мы дождем следующей газеты. Там я буду уже посылать. Но авто... Автопубликация, возможно. И... Сохранение шаблонов газеты. Еще удобнее стало, наконец-то, это делать. Люди, которые прибывают на ваш туристический причал... Наконец-то появляются просто во всплывающем окне. Вы можете там выбирать. Вам не надо теперь к туристическому причалу обязательно перемещаться. И тут его выбирать и смотреть, кто там прибыл. Что прикажете? Ой, у меня какая-то экспедиция вернулась. Кстати, сбросим это все обратно. Навстречу неизведанному. Так, тут это еще не африканская, я так понимаю, экспедиция. Ага, вот. А, так это все, что было? Блин, да как раз африканская экспедиция была. Блин. Давайте в древний лабиринт отправимся. Не почитал вообще, что там. Вот не было понятно, что это та самая экспедиция происходит. Блин, тут этот ром не продается. Давайте сбросим этому парню. В порту, в профсоюзах, по-моему. То есть все, что вам доступно, вот вы можете реально тут искать и использовать. Потому что раньше это не так удобно. Раньше, по-моему, только... Ну, в общем, этот поиск не везде работал. Не везде он был, точнее, скажем так. Так, блин. Как? Не везде он был. Дайте я еще гляну. Вон, сюда можно... А что-то я не использовал два артефакта. У меня тут не работают. Что за фигня? А, слушайте, так я уже тут все собрал в музее. Так, почему-то два артефакта у меня не... Не размещены. Давайте сюда. И сюда поместим. Так. Значит, какие там... Ой. Какие там нужны? Амулет из зуба обезьяны и песнь об... Или... Не, подождите. Или это... Или у меня их нету еще. Блин, что-то я туплю, как оно работает. Давайте я, например... Нет, не этот. Вот этот уберу. Артефакт, предположим. Так. Впереди немало трудностей. Не, выглядит как будто он у меня есть. И эти как будто... Если бы их у меня не было, тут вопросик был. Точно, значит, пройти. Разберусь экспедиции. Надеюсь, вам нету. Это точно не африканская. Давайте отказаться от осмотра. Какую-то фигню, золу. Ну, это фигово. Она необычная. Я думаю, нафиг надо. Честно говоря. Выбрасываем. Так. Давайте... Сложим наши артефакты. Во-первых, вот это. Во-вторых... Так. Значит, эти артефакты, которые там у меня есть, они не на этом острове находятся. Вот теперь как раз можно их и поискать. Как это делается? Кстати, может быть, кто-то не в курсе был. Берем... Вот, значит, заходите в статистику. Вот здесь эта фигня. Берете объекты, выбираете. Здесь конкретно нам нужен музей. Поэтому объекты культуры. Можно сказать, не используются. И... Вообще-то надо было посмотреть, как они... Зуб Уанаку, например, да? Зуб давайте искать. Странно, нету? А было как будто... Как будто есть... А, ну вот. Неизвестно, например. Вот он. Зуб бешеной обезьяны. Зуб из амулета. Вот этот нам нужен. Ну и где текущее место положения? Вот тут, кстати, тут пишет, откуда их... Вот этого раньше тоже не было. Во-первых, откуда этот зуб можно получить? Что надо провести? Малая археологическая выставка. Так, а задание какое? А, даже куча заданий может быть. Но, кстати, из экспедиции нельзя получить за то. Нас ждут испытания. Да, вот это уже африканская. Вот, надо по карте смотреть. Она одна в темноте, никто не слышит ее криков. Это древние лабиринты мы приплыли. Она упала глубоко под землю. В этом прекрасном острове, где растут лаванды и тимьян, и оказалась в душной, пахнущей плесенью яме. Взяв себя в руки, она вспоминает о спичках в сумке. Вы – это она. Она – это вы. Вы зажигаете спичку и с уделением обнаруживаете, что находитесь в комнате с множеством фресок, древней и всеми забытой. На центральной фреске изображена женщина с быком, укращенным ее нежным касанием. С северной стороны виднеются очертания величественной двери, украшенной рогами, а на юг ведет более скромный проход. Так, ну это, очевидно, похоже на миф о лабиринте. На Миновском лабиринте, да, с этим. Как бы катом звали? С Минотавром и Нитериадны. Ну, давайте через... Давайте не пойдем в большую, давайте через небольшой проход. В следующем помещении на полках из камня лежат фрагменты деревянных фигурок, людей, лошадей, быков. Может быть, это игрушки? От стены отражаются отголоски далекого вручания, поднимая пыль сводцевшей фрески. На востоке вы видите дверь с изображением лебедя, на севере арку с колоннами, обрамленную мозаикой с изображением стаи цапель. Давайте в... Ага, лабиринт Герона тут называется. Ну, давайте в лабиринт. Слушайте, мне кажется, мне стоит зарисовывать, куда и что я иду. На каждой плите, на стенах полу и потолке синим, выгравированы невероятно запутанные лабиринты. В центре одинокая фигура, которая выглядит очень маленькой по сравнению с окружающим ее лабиринтом. На фреске изображен хромой кузнец. Под ногами что-то плещется. Тусклая морская вода. Похоже, она сочится из той комнаты, что к западу отсюда. Ну... Стоит нам морскую воду эту? Использовать или нет? Давайте в западную комнату, где вода сочится, глянем. В отверстии в земле медленно собирается иллистая вода с разных сторон, возможно, фонтан. В центре большой фрески на стене вы видите корабль и гадаете, удалось ли ему благополучно вернуться из своего путешествия. К югу от вас большая дверь с уже знакомым вам узором. Вы поворачиваетесь к ней и замечаете, что на запад ведет дверь поменьше. Кажется, за ней слышится шипение. Впрочем, возможно... Блин, мне надо реально зарисовать, видимо. Вы знаете, я пересмотрел видео, как бы пытаясь зарисовать, но уже в самом начале что-то непонятное, потому что я вначале пошел на юг, в маленькую комнату, а потом обратно вернулся на северную, как будто не в ту же комнату, с которой я начинал. Поэтому, мне кажется, тут зарисовывать нечем. Давайте просто идти юг и запад. Вы толкаете сломанную дверь, она поддается неподалеку, но потому что что-то блестит. Вся я в ту сторону, как вдруг... Вы знаете, что это не свет, а змея длинная и жуткая. Сейчас выпаять. Так, топнуть изо всех сил. У нас тут армия прокачена, и вроде как... Одна из мея собирается вас укусить. Давайте спустимся. Перед вами зияет пропасть. Пол обвалился в пещеру глубоко внизу через пропасть. Тянется закопченная балка, узкая и ветхая. Блин. Давайте встать на колени и переползти. Блин. Слабый треск и балка. Вы падаете в темнотное накопление. Оказывается, не таким долгим, как вы ожидали. Оказываемся перед высокой дверью. Из-за двери слышится глухой рокот или, может быть, рык. Но у нас тут как бы особо выбора нет. Вы видите лишь темноту. Звук шагов эхом отражается от высокого сводчатого потолка. Вы хотите зажечь свет и обнаруживаете, что у вас осталась только одна спичка. Зажечь последнюю спичку. Украшенный взор у меня на самых впечатляющих изображен поединок между героем и чудовищем. Ну, про Минотавра, в общем. Вы раскрываете глаза от удивления. У вас за спину раздается рык, перерасающий в рёв. Вы оборачиваетесь, но что-то мощное дыхание гасит хрупкое плание в вашей руке. Вы успеваете различить раздутые ностри и острые рога огромного бука. Мне кажется, надо бежать всё-таки. Короче, какой-то фигнёй я сделал. Не погиб, но и ничего не нашёл в этом лабиринте, откровенно. Ладно, отправимся в крокодилью дельту. Чё-то у меня не особо путешествие задаётся. Ой, на этом какую-то выставку я запускал, оказывается. Археологическая выставка проводится. Большая. Что ещё в патче? Во-первых, вот раньше табуляция только между кораблями. Делалось. Теперь они сделали, что если я выбираю здание какое-нибудь. Давайте что-нибудь выберем. Вот, например, церковь, да? То табуляция будет перекидывать между зданиями такого же типа. На этом острове. Так, что у нас тут? Это просто экспедиция, таинственные артефакты. Спасите, экипажа, кто это сделал. Окей, тут всё норм. Тоже удобно. Дальше можно переходить к кораблю прямо из режима торговли. Раньше этого, кстати, не было. Нет, подождите, а как они это сделали? Написано, что вот... А, там вот подпись. Вот, контрол надо удерживать, и вы сразу перенесётесь к кораблю. Отлично. Это реально не хватало. Ну, то есть он сейчас вот тут в мире плывёт где-то. Поэтому прямо к нему мы не переходим. То есть видим здесь. Это реально очень удобно и давно требовалось. На самом деле. И, кроме того, сжимая на кнопку J, вы будете переноситься к поломанным зданиям. Сейчас я нажал J, видите? Вот какое-то сломанное здание. Надо восстановить. Так, больше на этом... На этом... Блин, господи, не континенте. В этом регионе нету поломанных зданий. Так, в новом свете давайте смотреть. Тоже нету. А в Арктике? И в Арктике нету. Отлично. Всё починено. Тоже всё очень удобно. Это из того, что добавили. Именно по функциональности. Я знаю, что вы не разочаруетесь. И по возможностям, которые есть в игре. Во всём остальном... Фиксы, баги и прочее, прочее, прочее. Давайте я вот хочу глянуть, поискать... Например, этот очковый медведь. Хочу дособирать. Впереди немало трудностей. Так, это всё ещё вот это... Расхитители гробниц. Вы решаете приступить к поискам затерянного некрополя в одиночку. Может быть, где там в самом деле скрыты сокровищницы королей прошлого жемчужины, которой бдение гора. Так. В музее вы встретили девушку, работающую в научных кругах. Я знаю, где находится один важный предмет. Говорит она. И мне нужен надёжный человек, который поможет доставить его в музей. Да, давайте поможем. Море преподнесло нам дар. Вы видите на отвороте одежды девушки символ престижного университета. Дома песков. Знак того, что перед вами знающий человек. Так. Получил опытного лектора. Влияет на жилых зданий. Плюс 15% рабочая сила. И жителям, у которых есть университет, также обеспечивается театр в Риитте. Ну, круто. Неплохой такой. Человечек. Следуете... Так. Странными знаками. Город Асьют упоминается в книге мёртвых. Здесь написано «Следуй за Анубисом, открывающим путь, бальзамировщиком богов, у которого ключ к Асьюту». Там лишь нужно найти начало пути. Отлично. Ну, наверное, собирались в его храме. Давайте попробуем. Хотя тут меньше, но 45% и так большой уровень. Через 4 дня вы добираетесь до разгруженного храма Анубиса. Темные колонны, засыпанные песком, стены с изящными фресками безмолвом возвышаются над вами. Белая змейка выскальзывает из трещины в стене за ней. Вы начинаете стереться, простукиваете стену, и внезапно её часть отодвигается. В найденном вами тайнике оказалось множество сосудов. Пытаться понять смысл символов. Это же книга мёртвых. Все 192 заклинания ритуала. Молодая учёная вне себя от радости. Это явно небывалое открытие. «Следуй за Анубисом, открывающим пути, бальзамировщиком богов, отправься по океану бессчётных лет, где нет места жизни. Когда звезда богов поднимется из тёмных вод, перед тобой предстанет город мёртвых». Океан — это пустыня, а звезда богов — восходящее солнце. Ну, слушайте, отправься по океану бессчётных лет, где нет места жизни. Это явно не океан. А, хотя нет, это пустыня. «Звезда богов поднимется из тёмных вод». Всё-таки кажется, что это ночное небо, а звезда богов — полярная звезда, потому что звезда поднимается из тёмных вод. Если бы это было солнце, то оно бы из пустыни поднималось бы, да. Мне кажется, вот это правильно. «Как только на небе начинают мерцать полярные звезда, вы отправляетесь в пустыню, невзирая на холод». Огромная пирамида со слепительно сияющим навершием. Четыре тысячелетия, если не больше, она безмолвно хранила местных жителей и путников. Да, «Затерянный некрополь найти не удалось, но зато вы не попали в пир...» Так, всё-таки я не нашёл. Всё-таки неправильно выбрал, да? Ну вот это явно уже конец путешествия. Мы прибудем, наконец-то, в новый регион. Так, знаете что? Я хочу проверить, вот найдётся ли то, что вот у меня реально есть. Например, у меня есть... Давайте Латимерию. Латимерия. Да, вот. Огромный торговый пост. Видно. Хорошо, давайте теперь очкового медведя. Тоже есть. Мне кажется, это Латимерия, я стоп. Вот очковый медведь. Да, текущего у меня нету. А найти его можно в исследовательских институтах, в трофеях, в добыче корабля с задания и в экспедиции. Зоологическая экспедиция на три и на два этих... Черепа. Но надо понимать, что, опять же, он не во всех... не во все места можно отправить экспедицию, чтобы его найти. Ну, в общем, вот таким образом вы ищите артефакты, используете их, да. Не, ну, странно, вот... Всё-таки как-то по-другому должно выглядеть, когда у меня этого не... Хорошо, давайте вот уберём... Блин, как его убрать-то? Вот, наверное, этого уберём, так. Слушайте, раньше как-то по-другому было, что когда у тебя есть это животное, когда у тебя его нету реально, оно по-разному выглядит. Всё-таки не до конца они всё удобно сделали, ну... Белый тигр, павлин-альбинос и горилла-альбинос. Этого у меня ничего нету, да? У меня столько всяких этих животных, всё надо попродавать нафиг, на самом деле. Так, я тут... Отправлялся... Как раз... Протать... Адмирал! Адмирал! Несколько бочек с ромом. Я тоже покупаю всё подряд. Так, собрать самодельный насос. Изин. Так, а нет у меня ещё каких-нибудь неотправленных исключений, да? Ещё кучу... Господи, нифига себе тут экспедиции. Так, какие у нас корабли? Артиллерия, внимание! Ласка и Кондор. Давайте... Хорошие капитаны уважают море. Ласку. Запасы профессии. Охота, вера, ремёсла. Раз, вера, то... Возьмём... Хлебушек. Так, охота, вера, ремёсла. Что-нибудь можно в корабль? По-моему, охота в корабль... А, нет, есть, смотрите. Охота на 20. Ну, нам надо, кстати, знаете, что... Вот лучше этого ещё дополнительно. Потому что... Эта охота, видите, больше всего будет использоваться. Так. Ремёсла точно есть что-то на корабль. Вот, 50. Отлично, всё. Можно отправлять экспедицию. И... Следующий корабль. Кондор. Видите, на землю львов один черепок. Я думаю, что это... Легко... Интересный такой вопрос. Когда стоит туда отправляться? Наверное, когда у вас уже инвесторы и все остальные острова заселены. Так, ботаническая экспедиция. Кондор. Отриньте сомнения. Их и так много. Так, тут тоже ремёсла требуются. Дальше. Армия требуется. Армия 30. 30. Что тут, армия только 30 максимальная, да? Ладно. Медицина. Есть такой. И... Вот, кстати, для чего ещё не хватает, чтобы отсортировала по ремёслам армии медицины ещё товары. Все знают, на медицину, например, у нас ром, шнапс. А ремёсла и армия, по-моему... Ну вот, ремёсла, но это... Мне надо что-то на еду взять. Вот армия. Кстати, давайте кофе возьмём. Это и еда, и... На армию будет влиять. Так, земля львов. Ну-ка. Канал Кулисмы. Слышится взрыв, и обломки разлетаются по каналу, когда ваш рулевой аккуратно заводит корабль, недавно построенный канал Кулисмы. Ну, это, короче, считайте к советскому каналу отсылка. То есть мы, грубо говоря, по северу Африки проплыли сейчас, да? Причём путь расчистит их... Придёт несколько дней, нахмурившись, один из ваших матросов говорит, как странно, что в воде никого нет. Действительно никаких следов команды корабля. Закатка, перед которой невозможно устоять. Давайте осмотрим. Запростить у власти... Осмотреть обломки корабля, давайте. Один из наших матросов вспоминает, что видел этот корабль, прежде чем вы вошли в канал несколько часов назад. И обратил внимание на необычный грибной винт. Он наполовину вырван из корпуса. Винт переносит на борт вашего корабля, где его смотрит один из мастеров. Видите эти лопасти? Старая модель, которую устанавливали на немногие корабли. Лишь два из них такие большие. Думаю, это винт с корабля Невинность. Только я слыхал, что он был куплен королевой меньше полугода назад. Вы начинаете осознавать смысл этих слов. Возможно ли, что королева устроила диверсию в канале? Эти люди... Нет. Нет. Давайте эти люди имеют право знать. Посмотрим. Горячо благодарит капитана за честность и настаивает, что ваша команда заслужила награду. Будьте здоровы, спасибо. Так, плывем дальше. В Саванну. Давайте в священный город. То есть, знаете, грубо говоря, это вот Европа. Это север. Понятно, что памятник мертвого отсылка к пирамидам египетским. Вот остров. Ну, Минойский. То есть, Крит. По-хорошему этот остров получается. Это у нас в Саудовск. То есть, это мы в мягку, считайте, как бы отправляемся. Ну, похоже, этот регион, это как ванну 1000... Какой там, какой там... Ну, короче, когда вот... Восточные острова были. Считаем прибыль. Так, тут археологическая экспедиция. Давайте тоже глянем, чё. О своих мирных намерениях объявляем. И надо результатами выставки воспользоваться. Такое в три, дорога, продаж. А, смотрите, можно... Вот что ещё появилось новое. Раньше вот этого не было. Тоже было очень неудобно. То есть... Понимаете, некоторые артефакты появляются только... Не обязательно прям супервыставку проводить. Потому что вот вы напроводите супервыставку, у вас этих легендарных артефактов немерено будет, а нужных, чтобы собрать, полностью нету. И приходилось там выискивать, как так провести выставку, чтобы она мелкая была. А теперь, смотрите, можно выбирать просто. Отлично. Жалко, что, правда, не показывают, какие конкретно награды. Но... Вы можете это посмотреть в интернете. Так, тут я отправился экспедиции. Окей. Чё, давайте какую-нибудь ещё выставку запустим. У нас, по идее, сейчас куча должно быть в ботаническом саду, да? Давайте ботаническую выставку. У тебя тут всякие украшения поставил. Это ничего не означает, просто красивые павильончики рядом с выставкой, чем плохо. Так. Я либо ем лучшее, либо не ем. Давайте ботаника и садоводство. Какой у нас план? Ну, давайте гигантскую пока. Давайте гигантскую. Чего нам тут не хватает? Тортилья? Меха? Ну, граммофоны привезут. А, не, вообще... Вообще, всё у нас тут доступно. Видите, граммофонов 1600, этих 310. Вот, тортильи всё-таки только 20. А что, тортильи надо привезти? Это с нового света. Ну вот, смотрите, о чём я говорил. Так, сейчас я этого отправлю. Тоже, как удобно, наконец-то. Так. Мы с Трелани. Королевские водопады. Всё. Полетел с тортильями. Так вот, сейчас... Где вот этот новый человек? А, ну он сейчас появился. Мне показали, я просто нажал на принять и его принял. А раньше было просто появился... Великий человек. Надо было переходить к этому туристическому причалу. Там смотреть, что за человек. Нафига. Пожелайте нам удачи. Так, все экспедиции отправлены и проходят. Вперёд по нехоженным тропам. Электричество вырабатывается вовсю. Всё работает. Инвесторы счастливы. Что-то кофе не хватает, периодически электроламп. Ну, пофигу. О, и великов. Так юзают велики, собственно, хипстеры. Той эпохи. Так катаются, что не хватает великов. Что за фигня? Прибыли в священный город. Вы узнаете, что в этом крови священный город, в котором хотя бы раз в жизни должен побывать каждый верующий. Заинтересовавшись, вы сходите на берег в оживлённом порту. Это самая долгая остановка в вашем путешествии. Вы броете по широким улицам в прохладные тени старинных машраби. Кстати, это, скорее, даже, наверное, не Мекка Медина. Я вот не помню, Мекка разве находится на... Ну, неважно. Члены вашей команды, которые вы найдёте с обрывки... М-м-м... Мархабан, друзья, вы паломники? Да, мы прибыли издалека, чтобы сгонять на священный город. Он смотрит на вас с участием. В Азии опасное место, но то дожди, то разбойники... А, Дави, присоединяйтесь к каравану, так безопаснее. А, ну, всё-таки, да, к Мекке идём. Спорта. Отправились в караване... В караване к Мекке. К полудню следующего дня караван достигает окрестей священного города, и люди потихоньку разберяются кто куда. Ну, давайте к храму. Моё дело море. А что происходит на суше, неважно. Идут ужасно медленно. Знаете, в углу площадки колодец один из ваших людей спешит к нему и набирает в ладони свежую чистую воду. Паломники, оказавшиеся рядом, взрывают цырёвом негодование. Папа начинает волноваться, люди спотыкают, бросаются в рассыпную, и происшествие быстро оборачивается паническим бегством. Блин. Давайте попытаемся прорваться к воротам. На этом выйти украшенные резьбой стены. Возможно, стоит попробовать зацепиться за них, чтобы спастись. Давайте зацепимся за стены. Блин. Да всё. Чё-то я всё фейлю, все эти заезды. Что за фигня? Я только, по-моему, вот в этой Медине, в Альсук, получилось что-то сделать. И то я это быстро пролистал, не понимая, что происходит. Да. Чё-то как-то не очень в археологическое экспедиции вернулось. О, новое что-то попривозили. На всех порах, адмирал! Так, глянем, что это в музее можно разместить, по-моему. Вот, вот эта фигня. Ну, да, слушайте, теперь менее понятно. Раньше реально понятнее было, какие у вас фигурки есть, а каких нет. Вот видите, вот она есть тут. Тут они что-то намудрили. И мхо. Очередная, возможно, бесславная попытка в Африке что-то сделать. Так, перед вами простирается бескрайняя саванна. Скрыт водоем, в котором наверняка начали собираться интересные необычные звери. А посреди равнины возвышается огромная скала. Давайте поднимемся, чтобы посмотреть саванну. Подъем долг и труден, но ваши марсовые матросы прокладывают путь остальным с помощью обмазанных мукой веревок, которые они принесли из лагеря. Так, внезапно задерживаются низкие... Так, отпугнуть львы, я так понимаю, нападают. Стараемся отпугнуть, но все-таки армия. Ваши матросы все как-то начинают топать ногами в так. Решеломенные львы медленно отходят назад. В их низком рыке сырца уже не угроза, а опасения. Звери разбегаются. Давайте... А у нас нету ремесел. Тогда быстро вернемся в лагерь. Не будем продолжить пичекать. Опять ничего не получили, считайте. Но и не снизилось. Так, давайте к рогу НБС. Не могу ничего обещать. Блин, что-то у меня уже маловато. Может и не стоило. Так, где у нас... Корабль... Где у нас... Этот... Цеппелин с тортильями. Вот он. Да блин, только что видел же. Готов! Да. Он... Последнее, что осталось для выставки, чтобы максимально провести ее... Очень медленно. Летим! А, теперь смотрите, я еще могу... Вот что еще появилось. Я могу просто контрол зажимать, чтобы... Перевести... Переместить товары на склад. Так, эту обратно возвращаем в новый свет. И... Нельзя ли быстрее? Переместавка тут сейчас начнется, да. ВК открылась. Предлагаю... Сходить на нее посмотреть. Там, по-моему... Контрол-шифт... Контрол-шифт... Блин... А, контрол-шифт-эр... Чтобы... От первого лица... Глянуть... О, какие-то летающие растения... А, это подвешенные... Нет, это... Нет, деревьи... Вот тут какой-то квест, кстати. Нужно спросить. В общем, вот такая выставка. Какого-то Ленина, смотрите, из... Из кустов вырезали. Так, что тут за квестик... Висит. Странно. Он внутри... Он внутри здания. Как я могу этот квест взять? Если он внутри здания... Ну, видели, чувак за звездочкой... Ходил. Нас ждут испытания. Так. Опять мы в Африке. Капитан Плазина с кораблем приближается. Нас хотят напасть. Ну... Мы безкультурные. Подкупить. Либо... Снаряды вырываются в взящую рану на борту корабля. Его рей ломается пополам. Наемники-убийцы. Значит, вот до чего опустились. До чего опустился Кетемо. Прекратите огонь. Или ваш друг попробует свинец на вкус. Я не знаю ни этого человека, ни Кетемо, о котором вы говорите. Этого следовало ожидать. И вдова, завидев ваша паруса, этот заявил, что мы должны отпустить его, иначе вы обрушите на нас гнев Кетемы. На взгляда на пленника вам хватило, чтобы понять, что он, оказавшись в затруднительном положении, просто хотел напугать похитителей. Его... Хотя он пытается напустить на себя властную верность, его взгляд умоляет вас подыграть ему. Давайте сорок на одного. Это честно, по-вашему? Заряя, как вы понимаете, вы весь рост. Где была ваша высокая мораль, когда воины вашего повелителя выдворяли семьи земли их предков, чтобы Кетемо мог построить свои склады, которыми он так гордится? Не целится ваша команда. Давайте мы выстрелим. Наводчики заряжают. Так, яркая вспышка. Когда ваш капитан дает приказ покинуть в сети опасной воды, со стороны бортовой лестницы слева слышится напряженный скрежет. Подождать, пока незваный гость покажется. И только они захватили в плен. Когда я увидел ваши паруса, я сказал вам, что вас прислал дженихой Кетемо, потому что только так мог отсрочить свою смерть. Кто он такой? Император Сахли Кетемо, наследник трона Селамави. Звучит, как Эфиопия, на самом деле. Занущие вы принцы Ангиреба отказываются подчиниться императору. Зачем нападать на вас? Я сейчас ущу умельцев со всего мира, которые могли бы помочь вам и поверить в осуществлении его грандиозных планов. Оператор хочет, чтобы имя Энбессы воспевали, восхищаясь ее просвещенностью, красотой, процветанием и мудростью. Так, все, приплыли мы наконец-то. Слава богу. О, Симба. Дженни Хойкетемо, позвольте представить вам знаменитого градостроителя с далекого севера. Благородным людям всегда рады в Энессе. Это реально вы услышали, что для расширения столицы нам нужны такие-то. Навей на Эфиопии именно. Наша встреча была настоящей удачей, мой император. И Энбессы, это явно Адисабэба привел сам бог. У вас есть... Ну или Абиссиния. Нечто, можно считать, что Энбессы это Абиссиния. До сих пор я пренебрегал этими землями, где жили короли прошлого. Но среди пыли расцветет новый сад. Энбесса снова едина, как много поколений назад. Пусть это единство и хрупко. Кто-то хочет разделить нас, но они не видят более серьезную угрозу. К нам обращены голодные взгляды. И мы встретим эти взгляды с гордостью. Каждый должен защищаться, чтобы не стать добычей. Красиво, красиво. Строительство Табарима. Нашей новой столицы в этих землях. Пусть же этот город объединит всю Энбессу. Биньям поможет вам устроиться и введет в курс дела. Табарим, как самоцвет мира на поясе великого народа. Такой огромный замок. И тут там такой маленький этот дают порт строить. Ну вот мы и... Так, и что... То, о чем я хочу поговорить с вами, важно для всей Энбессы. Я, Сахликитема, император древней Энбессы и наследник скипетра завета, повелеваю вам отдохнуть здесь. Во, этот замок, короче, сюда плывем. Ну, кстати, очень хороший выбор Эфиопии. Мне нравится, что именно... Так, новый остров. Корабль вернулся в порт. Видите, еще... Еще и значок появился, показывает, в какой регион вернулся. Так, вот тут нам надо будет ирригацию создавать. Видите, сухие земли. Так, наверное, надо будет проводить как-то воду туда. Не на этом острове пока. Так, что у нас тут есть лен, тефа какая-то или какой-то тефа и пряности. Пряности выглядят как перец. Четыре речных ячейки. Это, видимо, четыре места, откуда можно будет черпать воду. На встречу неизведанному. Экспедиция у нас проходит. Присо время сражаться. Думаю, справимся. Так, дайте ускоримся. Быстрее выполнить квесты и начать заселять Африку. О, монументы. Древний камень свах Дешер времен Золотого века аккуратно собраны воедино с двумя разными письменами. Одно из них вам понятно, но вот другое. То есть, это мы явно будем исследовать вот эти камни на будущее. И это какой-то, очевидно, нейтральный поселок. Торговый пост Ваха Дешер Пистолик Бою! Нам вот сюда Нажмите на торговый пост острова Табарин, чтобы взять его под свое управление. Вот, тут какое-то другое дерево, доски из Корди. Ну, нужно быть в состоянии их обеспечить. Ну, у меня предложение заняться развитием поселения в новом регионе уже в следующей серии. Потому что час многовато. Я думаю, что в дальнейшем еще много чего интересного. Ваши впечатления, как всегда, в комментариях. Хочется ли вам продолжения в комментариях? Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.